есть соблазн заработать денег для парней напередки как денег отдать быстро и вовремя я эту машину него экспортировать сколько говна летит увидел знак осторожно мины там товарищи не снимайте крышу когда будете где-то отжигать мы у дядьки в туараге покупали или 200 крокодил как минимум выбирали и у него стоял этот джип это было его личная машина я знаю что такая машина мега классная интересная узнав ценник я понимаю что ну как минимум на ней можно прикурить это не мой бизнес я этим не занимаюсь но есть соблазн заработать денег для того чтобы эти деньги потратить для парней которые находятся на передки после не знает долгих недолгих уговоров автомобиль был продан правда там жена трохи хаю захотела ну смысле она была категорически против чтобы он продавал этот автомобиль но контракт уже был подписан скажем так и деньги были уже потрачены сейчас подожди это шо как ты думаешь а это зак это за задние стекла а ёпты вот это силу ну шо ж грамотно шо я могу сказать нету ручки пик кто-то было такой он как холодец пока но смысле колеса то профиль большой мягкие что ли хотя если ехать на обычной машине тут уголова сейчас ямки так ну шо куда залезть да вообще не интересно он слова взял и проехал легко даже под люка не побуксовал совсем чуть-чуть опти блин за обосрали всю машину такое прикольное все в говне вот в общем хочешь купить такую машину купить для того чтобы месить говно а вообще на самом деле я заметил то что не смотришь куда ехать вот едешь пофиг куда такой дорожный просвет не знаю сколько я думаю сантиметров 40 кузов поднят высоко то есть во всякие броды можно залезать не понятное дело что можно вообще вот такие колеса поставить высокие здоровенные и и будет еще больше впечатление об автомобиле пока прикольная минус заключается в том что нету сейчас полного привода на сейчас как заднеприводный седан вот ее кардан лежит завернутый и вот он вот здесь должен быть вот здесь но кардана здесь сейчас нету кстати прикольно здесь то что генератор у него сверху я не знал о том что генератор сверху но я не догадывался о том насколько это классно имеется ввиду когда ныряешь в лужу какую-то то генератор это самая высокая точка вот хотел сказать о плюсах те что я вообще очень сильно протащил с этой машины после вольво значит первое очень большое даже с учетом длинной базы здесь очень хороший выбор от нуля то есть по стране сколько здесь огромный и это победитель еще один плюс который пока мне нравится вот эта машина собирает очень большое количество взглядов лайки взгляды и люди приходят фотографируются на блокпостах меня останавливать не потому что подозрительный типа потому что хотят посмотреть машину пообщаться многие устают ребята всем большой привет вот это естественно отнимает время но я готов общаться с людьми привлекает внимание это пока хорошо мне все-таки хочется здесь сделать комфортное сиденье после ульва здесь просто табуретки да я понимаю что этого идеология автомобиля она совершенно другая она позволяет сделать этот автомобиль простым еще надо будет вверх снять покататься и не умудриться попасть под дождь потому что у меня своего гаража нету а вот этот вот хард топ он весь съемный причем съемная вот это вот половинка легко снимается вот а я так подозреваю говорят там только шесть болтов но я понимаю что то часа полтора вдвоем надо пролюбиться для того чтобы снять эту крышу и что самое интересное это крыша она вот такая вот цельно пластиковая и просто негде хранить из проблем которые были при покупке этого автомобиля на смысле чтобы не запускать сейчас отдельный ролик на 40 минут первая проблема автомобиль купили в субботу машину не сняли с учета я на этом автомобиле с туараги поехал велковишки с и такой весь праведный прихожу кидая документы на стол снимите мне машину с учета они мне говорят дружище машина с учета не снимается вернее машина с учета не снятая а поэтому ты не получишь транзитные номера и мне пришлось обратно возвращаться в туараги потому что парень который продавал на оформлено на его отца отец не дружит с компьютером соответственно через интернет это сделать было нельзя но это одна из проблем которая задержала меня на один день следующая проблема была в том что на таможне я простоял два дня прошли таможню я хотел в гостиницу выспаться но нет я прошел сертификацию приехал в киев а то спался заехал на таможню раз таможил ся потом поехал поставил автомобиль на учет вздохнул и осталась эта машина с мая месяца до июля практически нетронутой знаешь сюда ставится новый шарнир ведь вот этот разбитый который мне дали в подарок короче там он где-то сейчас не будем мешать геннадию вот шарнир где-то от него этот подожди ты кардан что за так его же распутать на ну болты с той стороны прикрученные кардана я хоть посмотрю на эту машину снизу а то я ее так и не видел не так вопрос заключается в том что я же обычно выбираю машины я всегда их смотрю досконально точно классно здесь я выбирал ну вот такая знаешь типа а ля эмоция когда ты влетаешь там где-то на камень на большой на скорости ты можешь сломать себе пальцы его и что же настолько все плохо настолько все плохо если вот этих штук нету удар удар спицами по пальцам такой что могут сломаться амортизатор он сказал что ставил недавно похоже на это да похоже на это 500 долларов на 500 евро те он говорил он не менял а эти были такие хэ-хэ и он их поменял но смотрю мост уже вскрывали снял и поставил 2 человека чистенько машина аж просто кладезь душа нарадоваться не может и раздатка сухая мотор сухую все сухую что-то начинает уже жабы играть у нас все плохо нам надо болгаркой и твои умения смотри из-за того что здесь лифтована вот эта штука фигачит об кардан надо идут отрезать на хрен так больше сделать вот это выемку надо сделать больше это сейчас идет усовершенствование автомобиля который который уже на номерах которые уже зарегистрированы которые уже растаможены и нашли шарнир равных угловых скоростей на кардан которого не могли долгое время найти в европе украина очень классная страна очень сильно очень хочется помочь парням поэтому все уже уставшие уже 8 часов вечера но кардан надо поставить надо дело закончить учиться естественно перед тем как его выдавать машина была обслужена поменяны масла поехали мы на покатухи заехали в какую-то там офигенно здоровую яму камера конечно не передаст но я не знаю сколько здесь метров но прикольно вот цель заехать вон туда будем запрыгивать выкарабкался сейчас я попробую подняться без блокировок только на заднем мосту я понимаю что это глупо я сейчас за буксу ю но потом я включу полный привод и заодно посмотрим полный если чего я скачусь назад пока идея такая так не вытягиваем окей включил полный привод так на полном приводе без понижайки тянет короче 20 да вышел вытянул здрасте вы еще не боитесь не так вообще легко зашла он и зато так она сейчас вниз идет вот эта дорога и потом вот за эту дорогу и адресова на 70 подниматься что-то пацаны начинает меня стращать что где-то там наверху вот за этим холмом есть еще один холм а затем холмом есть какая-то такая дико крутая гора на которую даже тяжело заходить было не то чтобы заезжать там кто-то ездил а раз кто-то ездил значит сделаем попытку проехать и мы машина я начинаю в нее влюбляться просто пипец вот когда по на ней едешь по ровной дороге эмоции не дает машина вообще никакой вот вообще никакой когда веришь вот по таким бураками понимаешь пешком зайти тяжело а она вот с легкостью просто перегребается вот это вот тема и так впереди гора я не знаю какой тут уклон но я думаю градусов 20 чем-то есть железобетона даже ближе к 30 потому как она ну такая крутая крутая хотя машины здесь ездят дорога есть значит проехать можно значит в самом плохом случае что мы делаем если мы начинаем буксовать мы просто включаем понижайку едем не мешает если не помогает понижайка включаем блокировку едем дальше ну нормально не страшно то есть обычно вот сидишь в кресле спокойненько грябаешься себе наверх едет у бензина сразу начала вернее топлива начала показывать полный бак спокойно поднялись увидел знак осторожно мины мы тихонечко развернулись спустились обратно мины если есть то они есть дальше а дальше мы парни не глупые дальше мы не идем дальше мы не лезем ну чё теперь спускаемся спускаться говорят страшнее чем подниматься не знаю принудительную первую поставим на всякий случай на полном приводе без понижайки едем ну так себе затейка если честно вниз она как-то смотрится страшнее очковее что ли когда вот это вот морда нагибается углом я не знаю может быть даже где-то 45 градусов и так себе вот вниз ехать я очень уверен что камера это передаст но спокойно сижу без какого-то там сильного перехила без без неудобства назовем так и вот сейчас эта машина дарит эмоцию по ровной дороге когда первый раз сел такой эмоции не было а сейчас пипец я наверно сейчас еще раз развернусь сделаю кружочек спокойно заеду очень же мне понравилось пипец страшно вот это реально было страшно может быть страшно из за того что это типа в первый раз а а сзади и справа что там творится колесо оторвано все вот это вот было трошки очкова то есть я понимаю что до переворота еще далеко было но сам факт того что машина кренится больше чем на 40 градусов мне уже так махнитесь машинами попробуйте диагоналочки не хочу поехали по ямам теперь скитаться у нас времени мало пытаются выехать пока я хотел размотать лебедку ну что это там куда-то они сталкиваются сейчас покажу чего хотят сделать парни куда поехать вот автомобиль вот дорога вон туда они хотят поехать в этом хоть пристегнитесь все она уже сидит уже сидит все уже села ну что заднюю да не сидит сидит столкнуть да не она села еще сантиметров 40 назад теперь уже на мостах сидит уже назад не получится поехать все я понял надо растягивать лебедку пытаются выехать пока я хотел размотать лебедку ну что это там куда-то они сталкиваются сейчас угол наклона ну так себе не 45 градусов но стрёмненько ok поехали если поедет а поедет она уже с пузо слезла все поехал уже теперь моя очередь ну да что нам против танковый ров да что нам против танковый ров ну да что нам против заехали в какую-то там офигенно здоровую яму кто-то его называет танковый ровно это нифига не танковый ровно я знаю как танковый ровно выглядит но все равно яма такая траншея довольно неприятно вот я туда заехал сзади сейчас фарков упрёмся с вот сидим понижайку пусть этим временем я рассел что-то какие-то странные звуки смысл и вот вращает и лупит передний мост а колеса на месте сломал джипа лебедка сильная штука но это не порвался мост потому что мост бы сейчас хрустел он не хрустит я не знаю что это такое заедем на подъемник разберемся но это не мог для вот этого автомобиля на сегодняшний день покатуха закончилась поедем смотреть скорее всего оборвала шлицы или что-то еще такое но вряд ли разорвало мост если разорвало пару кей будем менять пару но лучше об этом узнать сейчас нежели человеку выдать автомобиль полностью исправные сказать что он поэтому поедет на какую-то такую покатуху сразу сломает себе мост и и будет беда поэтому лучше так чем по другому судя по тому что парни заглядывают под колеса наверное ничего то оборвали либо бампер либо еще что-то вы ездите сюда где-то рано не выехал вот это ты психанул чуть-чуть ложка перестала работать и туманка где-то пропала походу где-то возле этого флакциона пара чтобы не потеряться да пусть она лучше будет целая чем ее не будет вообще ну все мы пока по чуть-чуть полетели значит я понимаю что это не шлицы потому что мост переставляет это что-то с парой будем разбирать смотреть с машиной точно что-то не так потому что потому что бьет рулем и где-то там чего-то подклинивает где-то там чего-то заклинило но я думаю мы тогда едем куда-нибудь на какое-то из труда там дальше будет видно ясно и понятно 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 шо вон плоти обрезан вот и не внимательно беги живи качи ну все равно надо снимать видите ага правая полуося ищите правую полуося лопнула крестовина то есть там полуось идет с крестовиной лопнула крестовина так как начали газовать она там пару раз прощелкнула обломала ухо в общем рассыпалась это крестовина давай искать полуось в районе ее нету заказали с польши десять дней машина машине уже стоит целая полость вот наконец-то настал тот долгожданный день когда wrangler сейчас загоним на стру и покажу снизу что с ним все хорошо живой что он нормальный и и как минимум негде значит что хочу сказать по машине в принципе сейчас пройдем с ними покажем что ничем у нее нормальная рама кстати состояние у нее очень близкое к идеальному покупалась машина с проблемным вот передним кардан вот эта вот часть называется кардан у нее была проблема вот здесь вот есть вот короче вот он вот этот вот шрус он был его не было то есть он есть но разваленный поэтому в литве этот шрус не могли найти нашли его в украине купили поставили установили передний кардан и потом мы поехали на покатухе на покатухах в траншее я сломал вот эту вот полуось то есть вот эта вот длинная полуось она была сломана машина не течет вообще нигде мотор сухой абсолютно со всех сторон и стоит два масляных демпфера но это так чтобы просто бровь не бил если кто не знает хотя тот кто будет покупать эту машину это реально для заряженных чуваков вот здесь вот силовая лебедка я ездил к джиперам они говорят вот эта штука стоит новая и какая то она там дурных денег стоит я на этом сильно не разбираюсь значит сама рама вот читается номер кузова когда такое было чтобы где-то в джипах на рамы вообще что-то читалось коробка ни с какой стороны никакого масла не извергает причем ни здесь ни вот здесь вот здесь двигатель сухой на соединении двигателя коробки все ровно ну чуть чуть ржавые амортизаторы зато они отрабатывают полностью значит что касается задних амортизаторов они здесь были замененные вот эти штуки поменяли еще в Литве предыдущий хозяин те чеки которые мне показывал ну просто пипец большие и здоровые кузов живой перми театр мост задний мост не течет все с ним хорошо и гражданских машин которые можно использовать на дорогах общего пользования мне лично в управление лучше не попадались ясен пень что не есть но и там бюджеты только 20 плюс на то что в нее засунуто а здесь все в куче за 25 кстати тюнинга здесь висит на 12 тысяч евро то есть все вот переделки которые тут есть чеки от последнего хозяина 12 тысяч евро ребят нужна такая машина или нет решать вам но на вот эту машину я могу дать месяц гарантии просто в элементе свободно как минимум двигатель на коробку бегом а дальше принимать решение вам чем прикольный этот автомобиль он имеет многолетнюю историю очень здорово еще вот виллис 1 который был во времена великой отечественной войны вот оттуда пошел джип эта машина едет везде полный привод понижающая передача и есть принудительная кнопочка блокировки то есть эта машина выползает с любого говна мотор 2.8 дизельный очень прикольные вот среди этих моторов которые есть ну то есть есть бензиновые которые жрут дофига есть дизельные которые хавают десятку то есть вот я по трассе ехал даже был момент 9.7 если на нем фигачить там 120 это уже 11 показывают с учетом того что у него стоят 33 колеса да он жрет но любая машина которая весом под 2 тонны она жрет канистра которая висела там для виду ее присверлили просто на строительные саморезы сейчас готовятся крепления которые эту канистру нормально прицепят и эта канистра должна быть рабочей то есть туда можно наливать топливо ну или же воду или кто чего хочет короче канистра это будет рабочей эту канистру надо сделать герметичной где она пропускает вот здесь вот есть дырки с саморезами нафиг просверленными вот это все надо позаваривать какие-то кронштейники сюда придумать сделать эту канистру заливной умеешь? а надо? а почему нет? Юра знает что я требовательный сразу включает не 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 хочу ты мне потом мозг будешь выносить и для того чтобы прицепить этот кронштейн надо какую-то подставку припаять приварить и потом уже на него крепить то есть они решили по варварски да? да это ж это ж блин вот как-то так ее сделали нехорошо это что с шурупами по дереву эти варвары припигачили через крышку багажника канистру и таким гвоздем да да еще насквозь наверное через канистру да конечно насквозь через канистру как по другому о нифига себе пипец нифига себе в шурупе короче чтоб было понятно на сколько дырок у нас один два три четыре пять шесть семь десять десять воде даже не надо набирать если не получится сделать кронштейн под вот этот вот стоп мы его просто кастрируем и уберем а вот канистрочка очень хотелось бы чтобы она осталась по крайней мере залить туда диспалево куда-нибудь на покатухе не обязательно оставлять ее полной но понимать что она может быть рабочей вот такая вот идея по кондиционеру был вызван мастер по кондиционеру когда покупали автомобиль он еще работал приехали сюда он уже не работает я заехал к одному мастеру на подолу Василий добрый день офигенно здоровый привет за вот такую шляпочную работу которая есть который говорит там давление фреона есть все нормально ищите проблему с электроникой окей ищем электрика заезжаем к электрика я напрягаю он говорит давай проверим сначала давление нифига я все знаю парни запомните любой геморрой начинается со слов я знаю всегда перепроверяйте даже работу чужих мы уже столько раз наступали на эти грабли короче день потрачен проверили всю проводку все класс ну блин по проводке все отрабатывает даже если напрямую тыкнуть компрессор он включается вызываем парня который кондиционерщик многолетним опытом проверенный приезжает и естественно я же говорю на всякий случай нужно залить краски туда так краску мы заливаем везде и всегда все класс две тысячи гривен поехали во первых я охеревшая ценника ну ладно к нам приехал потратил свое время провакуумировал сказал что окей вакуум держит задул проверили запустили двигатель все класс работает машину поставили я поехал в Европу съездил вернулся поехали поснимать машину я включаю кондиционер не работает что такое давайте думать нажимаем на клапан очень маленькое давление осталось так и все и нету его то есть фреон ушел начали искать куда того кондиционерщика не дождемся потому что он где-то в зоне какой-то сидит недосягаемости и обратились к другим они все просветили пролазили говорят нету нигде ничего никакой краски здесь нет но мы по маслу видим что это радиатор вот это вот достался радиатор вот в таком состоянии это радиатор кондиционера и это он уже после двух моек и вот это он залеплен говном а так он еще и пробитый ко всему вот здесь вот с него начало вытекать и приняли решение того что вот такой радиатор нам совсем не радиатор хотя по своей сути он даже красивый номер можно даже грузинские заглушки ставить в бампера кто не знает что такое не когда грузины делают ремонт чтобы не ставить заглушки они вот так вот режут радиатор и врезают в бампер типа там интеркулер стоит по-богатому вот прям саморезами так прикручивают вернемся к нашим баранам заправляем кондиционером снимаем крышу двери и полетели покажешь место куда это можно временно поставить мы сейчас нет это полчаса я сам буду снимать самое сложное это снять заднюю часть там 6 болтов надо открутить и вдвоем ее поднять ну она типа не тяжелая но она громоздкая так мне нужно раз два три торкса вот эту штуку как-то нужно будет нифига себе блин надежно сидит так осталось нужный торкс найти а вообще если бы подготовиться вот этой хернё не заниматься не искать торксы а шо ж подойдет а шо не подойдет а сразу взять и прилепить а еще лучше через удлинитель вот такой вот вот эту процедуру если что делаю впервые даже не видел как она на картинках делается я приблизительно прикинул посмотрел как я на ту сторону тут есть александр у тебя харя здоровая давай крышу унесем давай унесем мне крышу сейчас за только обсоединю один разъемчик я очень верю в то что это все сейчас я конечно попробую готов ли я а я готов смотри вот так приподнимаешь и он снизу тебе наверное и за что хвататься ну такая килограмм наверное под 60 это хрень весит да тут вместо дверей ставится ничего вот 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 так оно будет вот прям вот так так ну в общем то в общем то все должно быть типа классно но это пока только в общем то вот этот стопор красный вправо все язычок нажимаем понял если тут без отвертки то ухты ё-моё получилось шайтаном она как-то не так она снимается а как же она снимается вот так она и снимается она просто сильно плотно там висит а да ну сначала было как-то чуть-чуть терпимо потом я уже услышал хруст костей и стало неприятно еще чуть-чуть давай ты здоровый я в тебе верю спасибо я почти сам вы видели я сам эту дверь перенесу короче сейчас мы этого дракона заправляем фреоном заодно и посмотрим как у него работает ли теплый шарф как это у мерседеса ясен пень что не работает но фреоном заправить его надо поэтому сажусь разворачиваюсь благо здесь ряда заправляем фреоном и поедем кататься куда-нибудь типа пляж пустыня песок где-нибудь имитировать пляжный джип он же должен быть пляжным вот теперь мы сделали за 55 минут как бы с инструментом но без навыка за 55 минут его разобрали собираться думаю будет быстрее поехали пипец холодно дует посмотрим на сколько его хватит хотя в принципе уже новый радиатор исключили абсолютно все что могло было бы быть не уверен что сейчас что-то будет слышно имеется ввиду по звуку потому что вокруг все открыто но следующее впечатление ездить вот как мне говорил парень у которой покупал автомобиль говорит ты можешь снимать все мой тебе совет оставляй вот эту крышу сука как он был прав блин вот оставил бы крышу вообще на наслаждение красота машина так я бы что просто в башню напечет и все а и еще одно неудобство ну мне как бы просто ездить без зеркал потому что зеркала здесь прикрученные на дверях вот это еще один дискомфорт а так вообще красота бомбини но мы еще не ездили по песку не колесам что-то плохо я знаю что это такое и что такое это вот этот вот демпфер один из них мы думали долго откуда масло появилось на рулевой рейке замыли рулевую рейку и она сухая а вот масло там было как раз этого демпфера вот этот демпфер должен гасить вот эту вибрацию та которая стоит на руле одному из них пришел алис я как неопытный джипер был уверен что это сам демпфер но когда я пригнал машину на сто оставил парням поехав в европу они надо мной так ржали я сначала не мог понять почему но ржали не заливались я сейчас покажу почему ну а если кто-то не понял что это такое то я поясняю это практически отвалилось колесо то есть это развалилась шаровая опора и естественно принято решение все нафиг все 4 шаровые опоры все саленблоки чтобы не было потом какого-то сюрприза потому что до покатух мы выезжали все было классно а потом стала вот такая вот беда поэтому колеса начали вот так вот болтаться не потому что демпфер разбитый а именно потому что развалилась шаровая ну на таких колесах этого практически не чувствуется зато мы теперь знаем что мы можем еще починить ну а сейчас я попробую на более высокой скорости без понижайки зайти ну шо пошел я застрянет вот колюсико починить надо пробка говно давление не держит теперь точно знаем что еще пробки поэтому надо еще и пробку поменять потому что она не держит такое ощущение что это вообще какая-то типа из разряда а-ля жигулевская чего ждем сейчас она чуть остынет и дольем антифриза потому что сейчас оно там закипает и вот и и и и и и и и короче самая тема классная распыгачиваться по песку прямо и потом когда уже едешь километров 60 выворачиваешь и тогда сколько ты скажешь он аж через голову сыпется ну теперь еще минус будет на мой и и и и и и и и и очень хочется продать эту машину и на на вырученные деньги купить автомобиль я на ней проехал не так много с литвы сюда сколько там тысячу сто ну пусть полторы тысячи километров эта машина не так давно была куплена франции то есть у нее был один собственник во франции второй в литве покатался он на ней где-то полгода засунул туда 12 тысяч евро и потом я эту машину у него экспорпировал назовем так светит я справа прикольно я сейчас покажу сколько тут было расходов тяжело мне быть перекупом потому что про автомобиль я всегда говорю всю правду для того чтобы довести эту машину до классного состояния было потрачено больше ста тысяч гривен это вот просто засунуть в автомобиль для того чтобы его было не стыдно человеку продать так вот вся ходовая все саленблоки были поменены шаровые четыре штуки два новых радиатора значит сначала решили как сделать вот кондиционер радиатор решили задуть потому что он вроде бы работал посмотрели вроде бы он чистый мы его задуваем он за неделю спускается мы его задуваем снова он снова спускается но мы уже видим что пробитый радиатор то есть порядка там что-то 5000 гривен было потрачено на игру с кондиционером развалились здесь полторпеды искали сигнал потому что мы же уверены что все таки давление в есть в кондиционере системе хотя его уже на тот момент не было так вот меняем кондиционер видим забитый длинный радиатор больше чем наполовину где найти радиатор ни хера в украине нету радиатором зато он есть больше окей принято сделано пока возвращаем все назад даже вот момент когда она начала подкипать если кто помнит вот тогда я точно понял принял решение что нафиг такой радиатор надо поставить новый заказали кстати радиатор суда стоит конских денег я думал на volvo дорого стоит радиатор нифига для джипа стоит дорого радиатор тоже и опять все нафиг разбирается снова снимается радиатор кондиционера и естественно весь фреон выкидывается в атмосферу все заново снимается все заново меняется старый радиатор выкидывается этот ставится собирается все обратно короче ходовая радиаторы что тут еще свет пацаны мне наставили свет я не могу сказать что он идеально стоит потому что вот эти вот блин каких лохмоть и вот эти сейчас дотянусь вот это вот типа не идеально это я все к чему рассказывают я сейчас весь список зафигачу того вот здесь побежит того что здесь заменена я уже фиг чего всего вспомню что здесь только еще не поменяли не знаю ну короче все работает развал сделанный я не знаю что здесь еще делать а так завтра кстати будет покатуха вот завтра и посмотрим вот если еще завтра что то вылезет это пипец а пока все заехал сюда похвастаться что у меня свет есть вал и кстати ни разу еще ночью с этим светом я не ездил но светит он хорошо светит он классно есть у нас команде новый человек зовут его артур и для того чтобы не я ездил на этом автомобиле а новая эмоция нового человека за впечатлить кадре было решено дать ему прокатиться по крайней мере какое-то время на этом интересном драконе как тебя машина я звук ездить на дизеле и звук до этого звука при том что все кто ходит на околе кажут как в теку клей 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 на дизеле но 2.8 мотор я еще не ездил на дизеле интересно что это будет 2.8 бензин ездил на дизеле еще не ездил сейчас поднимемся но я уже могу сказать что тачка реп того что она велика черная и страшная и так ищем где окна опускаются давай я нашел походу вот это передняя я нашел я нашел где опускаются векна я думал что так как на рено но тут насправдя все трошки иначе тут опускаются векна спереди это необычное сколько шукал по часу секунд секунд нет я сначала не нашел потом я думал что это это но тут замочек я закрываю двери а опция тут ну в принципе если нащупать то можно звукнуть до этого не надо ну и на цей тачке так треба ехать без дверей взагалі можно ехать это эреономично до речки я також дуже довго шукал ну как дуже довго секунд напевно но с 20 я шукал десклопедъемники но справа в другом треба чтобы не была не только моя эмоция а эмоции я сам и и других людей чтобы передать полную красоту так сказать полную эмоцию полную картину того что происходит и до речи сейчас начинается дождь вообще красота поехали я не могу это говорить на камеру на этой машине нужно просто обережно ехать в потоц потому что вам нужно просто легко повернуть руль показать своим колесом которое на 30 см выходит от машины что вы собираетесь повернуть вам даже не факт что нужно поворотник в начале и человек который идет сзади понимает что так этот чувак будет перестраивать сейчас по поводу того если комфортно ездить в этой машине по Киеву вот в заторах вот мы сейчас тянемся вот снова я включаю поворотник и Мазда понимает что ее сейчас невыгодно меня не пропустить вот мне снова нужно перестроиться и вот посад белый сзади посад мне тоже выступает друзья покупая эту машину у вас есть просто карт-бланш на то что вас пропускают все снова же таки питание зачем платить двое и купить гелик если есть такая машина тут ты не понимаешь что это за машина вообще она устрашающая настолько что ты таки оу 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 окей окей хорошо давай ну я тебя пропущу потому что ты не понимаешь что ждать от водителя такой машины это прикольно при том что я добрый чувак сам по себе я всех людей всегда пропускаю в потоце с увагой ставлюсь но на этой машине никто не знает что я добрый Миколаевич на этой машине все пропускают меня это какой-то капец просто а еще когда едешь через остановки где много народу то очень сильно привертаешь увагу да я пометил что я могу навыть не вмикать поворот и люди когда видят что у меня повертаешься колесо в ту или иную сторону они такие типа окей хорошо едь смотри на карту куда? что ты дядя как тебе такое? не бейся он такой маленький пострадал страшно да? при том там человек больше чем я но все равно такой типа аккуратно едь где то здесь должен быть поворот направо я точно не помню но вот где то где то он уже должен быть рядом давайте с крайней правой полосе и будем смотреть во все наши 8 глав окей о мы и проехали о прикол сейчас будет заруба ну наверное это здесь но это не точно я что то не очень помню но нам надо выехать куда то вон на ту гору вот когда мы выйдем за вот эту колючую проволоку вот там за деревьями есть гора вот нам туда где то надо на ту дробь за ту гору куда нибудь куда нибудь туда да там посмотрим сейчас на гору поедем что? на гору поедем ты серьезно? я на вранглере який ездил в основном на низкий бмв учился дрифтить по місту и блин вот так вот первый рабочий день и проходит кстати и и и и и и мне надо мне таки вражение что пять лет прилетело что прилетело? в стекло грязь вот видишь как хорошо что ты закрыл окно песочек так тут не можно мы на переднем приводе сейчас чувак так поэтому вольва поехала тоже на переднем ну все получается Так, хорошо, где у нас, я же так понимаю, через драй, через паркінг это нужно делать. Сейчас я слышу, а вы на заднем приводе, если что. Да, я понял, что мы на заднем приводе. А как включить повный? То есть я сейчас остановился, поставился на паркінг, и потому что мы сейчас в писке застряли. Как повный включить? Коробка справа мается на увазе скринька перепихунців автоматичная. Рычага. Слева есть маленький рычаг, и нужно его один раз повешать на себя. Ну, мается на увазе поставить посередине. И тогда увемкнется повный привод постичный. Не понижайка, а просто повный привод. И она нормально далее поедет. Давай еще сильнее. Ты впевненный? Да. Блин, удивительно, на заднем приводе он не поднялся в ту гору, где поднялись мы. Так, все, 4 ВД у меня включилось. И что, поехало? Сейчас попробуем. Охренеть, прикол. Оце прикол, Миколаевич. Оце тачка, короче, вылезла с песка. Вы же понимаете, да, что сейчас мой первый оффроуд в жизни, в принципе. Окей, и поехали. 40 метров назад. Теперь уже на мостах сидит. Уже назад не получится поехать. Да, 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 вот оно. Это место. Сейчас попробуем разогнать Артурчика, чтобы у него были вот такие глаза. Вообще, захочет ли он сюда ехать. Потому что видео не передает того, какой здесь наклон. И вот сейчас по эмоции пошли снимать. Туда. Туда. Сразу туда. Вы прикалываетесь? Серьезно? Туда? Вниз? Да. Я ничего не вижу, что там происходит. Ну же классно, что ничего не вижу. Чуваки, я первый раз оффроуд. Типа, вы серьезно? Магарация впала. Магарация впала. Проверьте и поехали. Поехали. Я, Миколаевич, я походу взвесився на два колеса. Все хорошо, все хорошо. Давай, девочки, давай, давай. Я уже сто раз так делал. Я уже здесь чуть-чуть мало. Так начинаются самые веселые истории. Я нагадую, чуваки, что это первый рабочий день. Подивися, как мы низк. Подивися на это, чувак. Правда, он там что-то кричит еще, но... Я как бы понимаю, что на Вольво я здесь не проеду, потому что она 100% зависнет на пузо. А здесь, с учетом того, что он заезжал даже под углом с вывесом диагональ, она здесь очень легко прошла. Что? Я спустился? Офигеть! Охренеть! Это я сейчас оттуда спустился, чекаю на телефон за ним, а это что-то с чем-то. Напоминаю, что в прошлый раз Чироки здесь висел на пузе. Мы его доставали минут 20, трусили для того, чтобы столкнуть. Дальше будет тот момент, где я порвал полуося. Сейчас я попробую возобновить тот момент и проехать снова по этой яме. Ну, порвал полуося, тогда лопнула крестовина, потому что она кончелижная была. А сейчас должно быть все хорошо. Но это не точно. Заодно посмотрим, как оно. Офигеть! Это вообще что? Воно так не видно. Дивите просто, как Миколай виспускается. Насколько тут градус великий. Ноги поломать. Это капец. Это капец. Я сам в шоуте. Это вы меня заставили. Сейчас дальше там есть яма, которую я минулого разу сломал полуося. Так. Прикол. И нужно снова по ней проехать. Где вы сломали полуося? На Вранглерии? Это ямка сразу. Вот тут за бугром яма. Так. Там типа ров такие здоровые. Я туда заехал и там полуось залишилось. Миколай Миколавич говорит, что нужно еще раз подниматься. И говорит, что подниматься легче, чем спускаться. Но я смотрю на эту горку и я в этом сомневаюсь, что легче. Может оно и легче, но типа перекинуться вперед или назад. Что лучше? Перекинуться вперед или назад? Как ты думаешь? Наверное через назад. Потому что ты даже вперед едешь. Потому что круто. Ты меня успокоишь. Сейчас Артур съезжал по этой горке, а теперь он попробует заехать. То есть эмоции человека, который в принципе еще никогда не ездил на подобном автомобиле. Тем более по таким уклонам. Сейчас он уже выезжает. Чуешь? Короче, каже Миколайович, на гору едешь? Кажу, та заеду. Что покажешь ты мне как? Кажу, та как, просто закрываешь очи и давишь на гашетку. Сейчас я его все-таки наверно вверху подожду. Ух ты блин, тяжело подниматься с моими поломанными ногами. Блин, как бы тут. Ех, ех. Ух, випалз. Миколайович, так просто газ в пол и отсюда и все? Ну просто потихесенько едем и все. Ну я просто хочу за один раз заехать. Я правильно? Понимаешь? Нужно, я понимаю. Нужно, что надо подъехать прямо на подъезде до него, да? Да, нормально. Уберта там біля двух-двух с половиной тысяч, и вы заскочите. На кінці треба збагать, чтобы не вылететь. Хорошо. Вот и все. Вот и все. Блин, это так легко на нем робиться. Типа я человек, который никогда не ездил оффроуд. Сейчас с первого раза спустился, хотя это выглядит страшно. И с первого раза заехал, хотя это супер страшно выглядит. Короче, походу, это реально машина, которая за такие деньги даёт веселый оффроуд. Людине без опыта для оффроуда вообще. Я считаю, это супер круто. Я могу сравнивать это с дрифтом. Ну конечно, дрифтом там другие эмоции, но тут прям супер весело, при том, что машина даёт тебе все, что ты хочешь. Хочешь наверх – поехали, хочешь вниз – поехали. Сейчас по песку попробуем. На нем просто кудись едешь. Да, да. Минулого раза его там застряг, сейчас я поперек поехал и… Что так, вы сказали, что так легко? Что так легко? Брангзлер. Сейчас найдем, где тяжко. Сейчас вишаем звук и полетели. Ты знаешь, что я пометил. Вот мы сейчас там понятно, спустились, поднялись, это окей. Но мы сейчас едем по поганой дороге, по бездорожью, а машина ведет себя так, как будто она едет по асфальту. Понимаешь? Ну, то есть, типа, вона не… типа, что? Асфальт, земля, грунт? Пофиг, едем. И всюди едем одинаково. Я вообще не чувствую, что под мной не асфальт. Ну, то есть… Такое впечатление, что мы просто едем по обычной дороге в городе. Это очень классно, потому что куда бы ты ни поехал, ты не чувствуешь эту разницу. Ты чувствуешь одинаковый комфорт и на асфальте, и вот тут сейчас. Просто буква Ю, смотри, как красиво. Красотища. Да. Вона, конечно, кайфовая. Вона просто едет по асфальту, просто по оффроуду, как по асфальту. Ну что, какие идеи, куда едем? Я не местный, скажите вы. Но спасибо вам за прикольное место для свидания с девочками. Место для свидания с девочками, да, тут классно. Да, но сюда только на Вранглер заедешь, або на Вольво. Я думаю, нужно туда ехать. Тут сравнение и ничего интересного. Короче, куда-то поехали. Я первый раз в жизни на джипе. И я сразу на этом джипе еду по бездорожью. И в мене складывается такое впечатление, что я уже давно ехать на джипах и по бездорожью. Потому что Вранглер пробачивает мне, типа, мои незнания, как приезжать в той или иной участок. И это супер круто. Это тачка, которая создана для того, чтобы жрать километри, какие бы они ни были и где бы они ни были. Куда ты хочешь? Хочешь в село? Поехали. Хочешь в горку? Поехали. Хочешь по асфальту? Поехали. В месте тебя все боятся. Да, вона, типа, тупо лепается, как любая машина. Но кайф. Ну, вот мы сейчас едем, прям, типа, прикол. Кондьор працюет при этом всему, мне не жарко. Музика нормально басить, колонки даже вон там сзади. Можно скинути кришу. Вот Миколаевич показал мне сейчас место, куда можно девчат привозить. Можно скинути кришу. Я так понимаю, задний ряд тоже можно бы вывести? Наверное. Короче, тут можно с девочками вообще лягать, мне кажется. Блин, класс. Реально, типа, ну, были бы бабки, я бы уже задумывался про то, чтобы купить себе джип. Хотя, типа, ну, я люблю быстро ездить по городу. На джипе особо быстро не поездишь. Но опять-таки, який будет джип, який будет быстро ездить по городу? Х5, СВР. Но СВР и Х5 не поедут так по оффроуду, как эта тачка. Бля, чуваки, я такое вижу. Катайте сюда. А, тю! Мы сюда не заїдем, смотри. Короче, мне кажется, нам надо будет просить, потому что тут прям мотокросс-клуб, походу. Ну, да. А мотокросс-клуб нас не пустить на эту трасу. Просто уже декілька разів катался по трасе для мотокроссу. И мне таки рассказали, что там готовы были кадык вырвать. Ну, очень не раджу ехать по мотокроссовой трасе, когда смотрятся мотокроссовцы. Да, если вы видите, наверху уже на нас смотрятся чуваки и понимают, зачем мы сюда приехали. Мне кажется. Но тут написано, что заезд на трасу транспортным засобом для дороги загального використания заборонено великими буквами. В общем, я думаю, что я могу сделать вылет, что я не вижу эту вывеску, конечно. Но уезжаю в ранглер не быстро, поэтому лучше я просто иду за вами. Не, не нужно. Зараз запитаем хлопцев, где тут можно покататься. Мы пообщались с парнями. Естественно, разрешение для того, чтобы покататься на мототреке нам не дали. Потому что, ну короче, парни там душу в него вкладывали. И там ездят только мотоциклы. Машиной можно сбить некоторые моменты и будет плохо. Поэтому нас туда не пустили. И мы, расчарованные, поехали искать другое место для приключений. Хотя на бегемоте я катался по трассе мотокросса когда-то. Мне, конечно, чуть уши не оторвали, но было очень весело. И я боюсь вас задавить. Пожалуйста, не гавкайте на меня, потому что я люблю тварины. Да, тут, пожалуйста. Короче, смотри. Это контент. Нет, нет. Смотри, я еду по бездорожью. И одной рукой ем батончик. Вкупаешь? На сколько тачки мне прощаются. И мне нормально. Вы тоже можете читать газету, пить каву. Опционально еще залепать в строчку Facebook или Instagram, когда вы едете по бездорожью. Я вам не рекомендую это делать. Я думаю, что нужно сейчас попробовать джипа загнать отсюда, под горку. Вот это было бы весело. Да. Попробуй. Можно. Пойду пешком посмотрю. Вы серьезно? Нет. Так она же легко там заедет. Так, иду подивлюсь. Ну его нахер. А там что, колея? Опа, опа, опа. А, нет. Тут какой-то окоп. Диагоналочку можно вот так. Нет? Сейчас попробую. Ну то езжайте. Диагоналочку. Ці нові терміни. Ну вы мне подскажете, так, если что-то. Ну что, будем искать на свою голову каких-то приключений. Ну. Так. Я, наверное, в час не запитаю, а у нас просто ехать не попутайся. Сподіваюсь. Да ладно? Да ладно? Охренеть! и без блокировок мы ставили ставки что вы не про то я сам был охреневший но когда вот она начала крениться и уже перекидываться в диагоналку конкретную шла я понимал что это будет жопа но я точно так же понимаю что у нас если что есть вторая машина у нас есть еще и лебедка поэтому туда полез но то что она проедет без понижать и без блокировок я честно не ожидал вот рациям и обратно ну чё здесь папа и пипец джой и и струны юй в обоих обоих это же ты в дюйте тяна смак без блокировок у к ось воно юма юблин Задоволение. Единственное, что можно прилипнуть на вот такой вот кабинет, что там стоит. Ну что, пробуйте проехать. Тут? Ну. Короче, друзья, сейчас челлендж, потому что я буду идти и приезжать эту штуку. Я не знаю, как у меня это получится, потому что только что я переживал про то, как я заеду на горку и спущусь из нее. А сейчас я могу показать вам, как выглядит эта дырка, которую я сейчас буду приезжать. Блин, жесть. Видно, да, на сколько я? Я метр восемьдесят шесть. Сейчас езжает человек, который... Перший день сегодня. Мини не встречать? Окей, если будет, я почувствую, мне кажется. И... Все, разлитый микс. Другой раз страшно. Третий раз страшно, даже не другий. Ну, давай, малюк, поехали. Поехали. То есть, трава... Да, я GoPro, правда, не вижу из-за... Там, там земля. Хопа! И все, он колесом в рове. Теперь хоп. Второе колесо провалилось. То есть, заднее уже тупо висит. Теперь вот это колесо ныряет полностью под D в окоп. Есть. И оно полностью висело. И этот тоже висел. Как-то он ходами проехал. Ну, в общем, для джипа вот такая вот штука. Она как-то очень легко проходится. И, вроде бы, окоп, вроде бы метровой глубины. Ну, как-то ему пофиг. Он туда упал. Провалился, выкатился. И все. Это просто... У меня нет слов. Я первый раз сегодня за рулем позашляховика. И первый раз на оффроуде. Это настолько весело, что я просто не могу. Мне не нужно вкатать заднюю передачу, чтобы развернуться. Просто я делаю так. Уа! И все. Куда мы едем? Я не знаю, куда мы едем. Теперь это чудо шкребется обратно. А сейчас он будет нырять в окоп. Но что-то как-то он под ровным углом идет. Фу, чувак. Это супервасело. Что я раньше не катался оффроуд? Если он так занырнет во всей этой процедуре, больше всего жалко GoPro, которая висит на переднем бампере. Так, тоже под углом требуется заходить. А если прямо в окоп? Если прямо, я думаю, у меня ничего не получится. Так. Окей, едем дальше. Не бзим, Капустин. Нормально. Да едем спокойно, оно прогребет. Так, в окоп фигак, и тут фигак. Охереть, как он могли превоситься. Просто. Просто буквою. Прикольно. Это весело. Но это по ровню эмоций, типа, это то же самое, что я зимою на своем двухлитровом дизеле дрифтувал на парковице. Это, типа, прямо такой класс, прикол. Просто там треба працювати. А тут ты понимаешь, типа, чисто логично, как приезжать, типа, в те или иные места. И тебе не треба много знаний для этого мати. Может, тачка сама тебе помогает в этом. Типа, куда бы ты не залез, яке бы в тебе колесо, або там два колеса, типа, не торчали, вона прокручивает те колеса, которые зацепляются. И вона на них дает силу, тягу, и они зацепляются. Пропоную заехать на эту гору и подивиться, где съезды, какие есть. То есть еще раз приехал сюда? Может, еще раз, а я по дороге поехал. Ну, давайте. Прикол. Да, чувак. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Когда я на Вранглер. На, какая тяга. Как оно выруливается? Ну, как? Я не разумею тебя, чувак. Оно же буксует просто на месте. Да, и воно цепляется, и все. Да. Просто и легко. Вот сюда, на Вольво, я даже приблизительно не полезу, потому что я понимаю, что я, во-первых, туда даже не доеду метров до пяти, бампер оставлю и все, что под нищем. А не говоря уже, то есть, если я попадаю одним колесом в яму, то обрывается все, что не оборвалось, и, короче, будет полное сопли. Поэтому мы сейчас поедем где-то туда, там есть объезд. Парни нас наверху подождут. Все, мы поехали их искать. Блин, я понял, что это за чувство. Это чувство, когда ты маленький, ты в селе, и первый раз ты взрослый, и брата дает тебе уазик. Понимаешь? Вот это по ходу то чувство. Когда ты можешь поехать хоть куда, и он хоть куда проедет, и ты так хотел, 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 и всегда брал его на крису. И тут брата дает тебе уазик, уазик, типа, на, езди, делай что хочешь. И ты опять в этом поле, в селе, за городом, свежее воздух, и в тебе просто перед очами природа, и ты можешь поехать куда ты хочешь. Бо в тебе заправленный уазик, и ты можешь гонять где ты хочешь, и еще с кинтей с собой взять. Вот это, вот это ощущение, где эта тачка. Это прям супер прикольно. А теперь в нем поездим, где на этом уазике можно спуститься. Нет, 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 не проехать. Так, надо выйти, поддавиться. Да, надо выйти. Причем с того, что тут ров. Типа, типа, бо я люблю ровы, да? А вы уже такие, типа, тут ров есть, типа, все, окей, да, давай. Блин, вот прикольные, типа, прикольные местяки, но чтобы заехать сюда, треба в Варанглеры, реально. То есть, на звичайне так, что сюда даже не заедешь? Ну, если говорить про свидание, опять-таки, просто не заедешь сюда, типа, на звичайной машине, а вот на этом и заедешь. Ну, и Вольво заезжаю сюда. Прикол. Про головеднее свидание. Ну, конечно, я молодой, горячий, чего нет? Ну, и на такой тачке, я думаю, что, если на такой тачке подъехать к девочке, а девочки особо не разбираются, типа, гелик, не гелик, они побачивают, побачивают, типа, побачивают, типа, побачивают, типа, эти глазки, такие, о, у тебя, типа, что, Гелендваген? Я скажу, такие, ну, да. А, кстати, джип, это что? Это Америка, страна живачевая. Да, у меня Америка, маленькая, поехали. Тут же ничего не отрыгнет, как на гелику, правильно? По идее, это другая машина, совсем. Я в гелику сидел, там воняло жигулем. Реально, отвечаю вам. Я двери закрываю, звук, как у жигуля. Они этим звуком пантуются, типа, а оно реально, как жига, типа, закрывается. Блин, серьезно? Я, той гелик, в яком я сидел, там был такой прикол, что я хочу, типа, я сиду, как на табуретке, вот так вот, я, типа, хочу назад откинути сидушку, и я нажимаю назад, а оно у меня вперед, там пересобрана была электрика, я нажимаю назад, оно у меня вперед. Я таки, ладно, логично, что значит, если бы пересобрали, я нажму вперед, оно будет назад, я нажимаю вперед, оно будет еще. И я иду раком просто, типа, ну, зачем это? Так, нам бы поехать десь вот туда. И я иду, я иду, я иду, я иду. Ну, там, Дакар, я не знаю, что, как носится. Вот у меня сейчас приблизно такие самые ощущения. И это классно, потому что, типа, это гражданская тачка, на которой ты можешь насыпать по месту и делать вот так вот по полю. Та куча пиле, яка поднимается сзади в этот момент, это настолько эффектно, что у Миколаевича даже не видно. Боже, как это весело! О, Господи! У нас у Закарпатти, кажут на це райбачка, райбачка. Райбати – это прати, прати одяг там, або якусь билизну. У нас на Закарпатти кажут райбачка на такую штуку. Бывает, как на асфальте, такая райбачка. Вот такие вот, эти ребра по каким-то ты-ты-ты-ты-ты-ты. Так вот, вона на этой райбачке чувствуется так же, как на асфальте. Для ней это еще даже кайфовее, чем ехать на асфальте, потому что она такая, типа, о да, это место моего назначения, это там, где я могу ездить, это там, где я готова давать тебе эмоции и досить, не смотря на то, как там была сейчас Таряска, досить мягко это все происходит. Это такой кайф, что это просто капец. Это вульва, блядь, неуправляемая корова. Серьезно? Бо ця куда? Включаются все системы, нет, можно там поехать, но вон, типа, прямо. Ну, вот я ее подрулюю, но ее тяжко зацепиться, а она такая, типа, ну окей, вона даже, мне кажется, на таком пократе почувает себя лучше, чем на асфальте. Потому что на асфальте ей скучно, а тут она, типа, о, веселье, класс, поехали. Ну, я так, я трохи не взлетел. Тобто, был момент, когда я уже в поле улетал, потому что нет, что за что зацепиться, но скачет. Ну, и плюс колеса, великое. Так я реально догнать на миг. Прикольно. Так, идем, посмотрим, что там. Так. Давай, давай, давай. Нормально. Нормально. Ненормально. Нормально. Давай, есть. Давай газу, 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 едет, вообще хорошо едет, давай, 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 все, не жаль, включи. Начинается интересная история. Короче, ситуация, приехали на локацию, посмотрели, куда можно еще поехать, поняли, что тут уже никуда не поедешь, решили почти возвращаться. Миколаевич уехал, я пытаюсь возвращаться и понимаю, что я втикаю эту заднюю передачу, хочется вперед, а обратно. Николай Николаевич, если что, вы туда будете ехать, если вы будете ехать. Да, в том-то и прикол. Все, погавел, 100%. Убери его, даже склейка, убери, убери его. Что ты, убери его, убери, убери его, убери. Убери, чувак. Смотри, какой он хороший. Убери его. Я хочу, чтобы было ДТП, убери его. Он у тебя прыгнул. Блядь, чувак, я баду, дай, убери. Все? Что? Договорился за ремонт. Привозьте. А что, сказали, что тебе... Зломилось, что? Так, ну что, выхода у нас особого нет, поехали вперед. Бедный куст. Это видео не для Гринписа. А ж не как. Да, я знаю. Где он там? Я сейчас выгоню сюда. Иди отсюда пассажир, блядь. А что такое? А что такое? Я всегда говорил, что хороший звук всегда вылезет наружу. Здесь при включении задней передачи на полном приводе был такой легкий хруст. То есть я решил, что это либо шрус, либо кардан там чего-то цепляет. Но хороший стук или шелест вылез наружу. В данном случае сейчас мы везем этого дракона на ремонт коробок. Нас уже ждут. Поэтому будущему владельцу даже отремонтированная коробка достанется. Вот такой вот из меня перекуп. Какой-то хреновый перекуп. Через 30 км в мейстерню. Йооо. 30 км. Йоо. Ну типа, что я могу сказать? Там, типа же, варив чек. Задний ход какой-то странный надавался. Типа, надо было дуже-дуже аккуратно. Я вот дуже-дуже аккуратно доаккуратничался. Блин, тут из-за этой штуки нифига не бачу. Типа ж заднего хода вообще нема. Доаккуратничался. Ну слухай, типа, опять-таки, я ж не то, что я давал ей пиздюлей на все бабки. Типа, я супер аккуратно, потому что я разумею, что чужая машина. Я мил бы на ней ехать, как черт. Все нормально. Честно стало, заедем, глядем. Либо же мы просто оставим машину и поедем потом в офис. Фиг знает, что случилось, но починить нужно. И, кстати, вообще непонятно, из-за чего натрыгнуло. Вот сейчас уже не зададим такой вообще вопрос уникальнейший. Как такое могло быть? То есть перегревов мы не чувствуем. Тем более, ладно, я бы понял, где-то там под нагрузкой, где-то мы бы эту коробку переизнасиловали, и она бы чего-то там начала ругаться. А так нет. Все же было нормально, хорошо сидели. И вообще непонятно, что случилось. Ну, короче, пока едет, нам осталось тут 2,7 километра. Я думаю, она дотянет, чтобы не тянуть ее на шнурке. Хотя может уже шнурок прицепить. Я же не знаю проблему. Сейчас я Жене звоню. Да, Николай. Почти доехал, осталось 2 километра. Вперед начало плохо ехать. Такое впечатление, что она едет на одной передаче. Да, но доезжайте. То есть нормально, а на шнурке не тянуть своим ходом доезжать? Ну да, если она хоть как-то еще потихонечку едет, вот потихонечку едет. Не, она нормально едет, но такое впечатление, что передача у нее не переключается. Да, 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 но уже беда какая-то там уходная. Во всем плохом есть всегда что-то... Эй, алё! Не, еще тянет. Но вот-то по ощущениям последнее издыхание. Эй, тут пробка. Ну нафигаш. Такое нужно. На ней вроде едем. А вот сейчас хорошо. Ну непонятно. В общем точно что-то не хорошо этой коробке. А Женя просто бог коробок. И вы его уже видели в разных видео. И человек, который про коробки, ну знает очень дофига. Ремонтирует он не все. Я сталкивался с тем, что люди говорили, что он что-то там не ремонтирует какие-то коробки. Но очень дофига про них знает. И вот как мы даем гарантию на свою работу, точно так же и он дает гарантию. То есть это человек, которому я, например, вслепую могу отдать ключи с машиной. Вот так. И спокойно, не переживать, что где-то там что-то кто-то накосячил. Это ж недокоммунизированный еще. Это Америка, страна жвачек. Прекрасно. Как что делать? Куда его кидать? О, поехал. А назад как потом? А, он же назад не едет. Он уже и вперед еле едет. Глушить не. Наверное, что-то с ней такое сотворили. Вообще, как бы ехало-ехало. Мы стали на полянке, постояли, поржали, в видео поснимали. Назад нифига. И что, и что? Да не, запахов горелых нет, подозрительных звуков не было. Единственное, что вот сюда уже подъезжали. Нормальное масло. Даже приблизительно не пахнет горелым. Значит, произошла механическая. Какая механическая? Я привык. Ох, уже эти профессора. Ну, пока ждем, сейчас почитает. Возможно, это что-то простое и недорого. Для того, чтобы коробка разлетелась, ну, в смысле, чтобы она конченная была, у нее должен быть либо ненормальный уровень масла, либо пена, либо очень плохое масло, либо инородные тела, либо еще что-то. Бублик. Хэсенько. Контент? Контент, я чуть не обосрался. Надо уйти из-под колес этого двухтонного чувака. А теперь можно заплюсь, чувачий, давай на гашетку. Для того, чтобы был полный алис коробки, там, ну, масло как минимум должно иметь такое не очень хорошее. Короче, Женя сейчас разберет, что здесь. Если важно, она на полном приводе при движении назад издавала звуки, как будто такой легкий рут шарнира. Ну, гранаты. Но только на полном приводе. Если включить задний привод, то такого не было. А сейчас вообще как-то... Это нейтралка. Наверное... Вот это понижайка. Нет. Ага. Вот, да. Нет, так сейчас она вообще не эта самая. Это нейтралка, да, будет однозначно? 4А. Да, 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 да. Ну, горит, светится, светится. На приборке полный привод. А сейчас оно даже не подхватывает. Такое ощущение, что на коробку либо селектор сломался, либо еще что-то, потому что... Было море, все сбросились. Залушайте. Все, я поехал в Польшу, вернусь через понедельник, воскресенье. Ну, короче, вернусь, как вернусь. Что неизвестно, да? Ладно. Еще и дизель. Еще и дизель. И что дизель? Не дай бог, смуфта и беда. Если, скажем, эта коробка на джак на рамах стоит, то бензиновая. Будет дизель своя муфта наверняка. Не дай бог. Если железо, я думаю, все это найдем. Единственное, что меня будет смущать, это будет. Ну, в общем, с ними надо. У меня сейчас курс будет Польша, Германия. Если где-то чего-то там надо заскочить, забрать. Только надо понять, где его купить. Техпаспорт в подлокотнике, я поехал. Хорошо. Дальше автомобиль мы оставили практически на неделю. На самом деле на 5 дней. Машина была уже готова через 3. Естественно, практически никто ничего не снимал. Я попросил парней, которые работники СТО. Женя, большое огромное спасибо за предоставленное хоть какое-то видео, хоть какие-то пояснения. Но вкратце я расскажу. Мне достался сюрприз от всех предыдущих хозяев. То есть мы доследили, ну как мы. Я попросил, Женя выяснил, в чем вопрос. Через сапун налилась туда земля с глиной. И вот эта земля с глиной там наделала таких делов, что просто карула. Когда меняли масло в коробке, ну грязное масло и грязное. То, что оно с песком, на это никто не обратил внимания. И вот эти вот мрачные дела и случились с автомобилем. И тут вижу интересный момент. Вот редукционный клапан. Вот он должен находиться вот тут. Он застрявший. Сейчас я ему помогу. О! Слышно было, как он вернулся с таким крясанием как будто в песке. Ну да, я его сдвинуть не могу. Вот клапан застрявший. Значит, вот перемываю маслонасос. Тут вот видны вот такие вот безумные задиры. Вот такое впечатление, что эта коробка через сапун захватила либо болотца какого-то. Очень-очень похоже, что в коробке содержалось большое количество песка. Что даже фильтра не справились, поскольку вот такие вот мелкие задиры. Но это вот четко пыль, грязь какая-то. Но коробка американская очень хорошая. И в ней стоит аж два фильтра. Ну вот такие вот косяки. В общем, сейчас будем полировать все это. Но мне непонятно, как он это время еще все ездил. И причем ездил он ездил, ездил, ездил и остановился вдруг. То есть он просто остановился. Но неважно. Сейчас машина готова, машина сделана. Вообще никаких вопросов нет. Я на ней уже проехал 400 километров. Женя на ней порядка тоже 200 откатал. Все. Теперь уже точно прицепиться не к чему. Друзья, вот этот фильм был сделан специально для вот этого автомобиля. Эта машина покупалась под проект. Купи за 20, продай за 25. На разницу в цене купи для нашего ЗСУ автомобиль. Но перекуп с меня так себе. И все, что было не очень хорошее в этом автомобиле, все было поменено. Вот все, что надо было, до чего дотронуться. Все, что плохое, все было заменено. Поэтому пятерки там вообще даже приблизительно не получится. Вот даже приблизительно. Эта машина сейчас продается. И ценник у нее точно такой же 25 тысяч долларов. Для сравнения. Самый дешевый автомобиль, самый убитый, самый конченый 24,5. А здесь за 25 получаете машину, за которую в принципе не стыдно мне будет смотреть людям в глаза. И да, на мотор коробка идет месяц гарантии. Как в принципе на все, что мы выбираем. Это машина в продаже. Она может быть ваша. 25 тысяч долларов. Контакты внизу. Пишите, звоните. Без внимания не оставим. Подписывайтесь. Перед Продолжение следует...